Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, как выстраивать отношения с партнером, если расставались на два месяца и не общались в это время, чтобы не расстаться снова. Чувства есть друг у друга, но есть страх в подсознании, что это вновь может происходить. Ну, я думаю, что это не страх в подсознании, потому что если бы это было в подсознании, вы бы этого не осознавали, поскольку вы это осознаете, значит, это не в подсознании находится, а очень даже в подсознании. Это первое. Здорово. Я думаю, что есть два основных момента, на которые можно обратить ваше внимание. В первую очередь, это то, что вы расстались, два месяца не общались, да? Я думаю, что и в расставании, и в то, что вы не общались два месяца. Вы в нас внесли свой какой-то вклад. То есть, вот буквально, что, в то, что вы расстались на два месяца, и то, что вы не общались, вами был внесен какой-то вклад в это. То есть вы внесли какой-то вклад в то, что вы расстались, и то, что вы не общались два месяца. Вот, то есть, буквально, прямо говоря, что вы для этого что-то сделали, то есть вы для этого что-то предприняли, вот, и, наверное, ваша задача здесь заключается в том, чтобы постараться, ну, как-то понять, как-то увидеть, а что же вы сделали, вот, что вы сделали, буквально для того, чтобы расстаться, и что вы сделали буквально для того, чтобы не общаться два месяца. Какая ваша ответственность буквально в этом, вот, понимаете, да? Это первый момент, на который нужно обратить вам свое внимание. Следующий момент, на который нужно обратить вам свое внимание, это причина, по которой вы расстались. на два месяца с человеком. И я думаю, что эта причина, некая проблема в отношениях, вот. Некая проблема, некая проблема может быть в том, как вы, как вы ведете себя, да? То есть, поведенческая, поведенческая, скажем так, проблематика. Вот. Вне всякого сомнения, имеет место быть. Вот. Соответственно, и с этим моментом тоже необходимо разобраться. Необходимо понять из-за чего, что способствует помочь, чтобы вы расстались и не общались. поскольку, ну, отсутствие, скажем так, общения в течение двух месяцев, это, на мой взгляд, довольно много. То есть, это довольно большой, ну, срок, вот. для какой-то, ну, паузы в отношениях, да? Какого-то, вот, перерыва в отношениях и погнали. Вот. Поскольку это довольно большой срок, то я полагаю, что проблема, вот, с которой вы столкнулись, была достаточно серьезной. То есть, это довольно серьезная проблема, которая задела, например, как вас, да? Вот. Так и задела, например, молодого человека. Вашего. Тоже. Вот. Вот. Соответственно, это необходимо также поисследовать. Иначе вы просто столкнетесь с данной проблемой вновь. если, если вы просто, ну, помирились. Кстати, а что вы сделали? Что вы сделали для того, чтобы помириться? Собственно говоря, ну, наверняка же вы что-то сделали для этого. То есть, наверняка, например, кто-то пошел кому-то навстречу. Вот. Наверняка кто-то сделал первый шаг. Вот. Очень важно увидеть не столько то, кто сделал первый шаг, да? Это не так важно, пожалуй. А нужно увидеть, как эта активность, ну, себя проявила, скажем так. То есть, когда, например, кто-то из вас первый шаг сделал, вот. И когда кто-то из вас на это обкликнулся, то есть ответил. Очень важно увидеть, какое место во всем этом занимали, ну, например, вы. Это же вы либо откликнулись, либо сделали первый шаг. Это очень важно, потому что благодаря этому, равно как ранее, благодаря такой же вашей активности, вы и остались. Вот. Естественно, понятно, что не всегда все зависит от одного человека. То есть, ну, понятно, что зависит может от другого человека только. Если другой человек решил, например, расстаться, вот, то, ну, понятно, что в этом смысле его не остановить. Но, тем не менее. И последний, последний момент, это то, что вы боитесь расставания. Вот. Страх расставания здесь, на мой взгляд, связан со следующим. Страх расставания связан с некой вашей проблематикой, которую вы пытаетесь решить за счет другого человека. И, соответственно, что нужно сделать? В первую очередь нужно увидеть, что для вас отношает расставание. Как вы сами меняетесь или как на вас влияет перспектива возможного расставания с человеком. Как вы себя видите? То есть, ну... То есть, ну... То есть, ну... Ну... Какая вы... В этот... Момент, например... Например... Какая вы, как вы себя видите в расставании, как вы себя ощущаете в расставании, какие чувства вы себе замечаете и так далее. Это очень и очень важно. Вот такая история. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Кто-то позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. А если молодой человек согласен с тем, что у вас есть проблемы, вы вместе можете обратиться к психологу. Всего вам самого доброго.